А 16-летний Саши Бурыкиной весь мир узнал в прошлом году. Юная мастер спорта прославилась на престижных соревнованиях Арнольд Классик, где установила сразу два рекорда Европы. Поднятие 135 килограммов штанги в приседе и 347,5 килограммов в сумме трейборья. Сам король фестиваля Арнольд Шварценеггер восхитился результатами Саши, нашел ее в толпе, чтобы познакомиться и пожать руку. После такого триумфа, казалось бы, судьба девчонки предрешена. Ей прямая дорога строить спортивную карьеру, но у самой Саши есть еще одна мечта. Я хочу свою жизнь дальше связать с силовыми структурами. Меня пригласили и предложили сегодня провести целый день жизни спецназовца. Я очень рада, мне очень интересно, я надеюсь, что меня ждет много чего нового. В воинской части 32-14 особого назначения девушка уже бывала. Приезжала посмотреть, как бойцы сдают нормативы на краповый берет. Тогда и загорелась желанием служить в спецназе. Здравствуйте! Вас приветствует войсковая часть 32-14. Элитные войска в свои ряды набирают только самых здоровых и выносливых. Перед бойцами здесь ставятся особые ответственные задачи и требования. Оттого и подготовка универсальная. А нагрузка порой в разы больше и тяжелее классической армейской. Сюда не каждый мужчина попадает служить. А девушка и в обычной части редкость. Тем более в спецназе. Но сегодня только в виде исключения. Юная чемпионка проведет один день в разведроте. Посмотрим, осилит ли она службу в самых серьезных войсках страны. Вас ждет тактическая подготовка, действия солдата в бою, действия с оружием. Далее физическая подготовка, рукопашный бой. Мы хотим мастер-класс от вас получить. Далее огневая подготовка. Постреляем из пистолета. И обед вместе с солдатами. Без этого служба не служба. Сперва получаем форму. Еще не все. Для специальных войск и обмундирование специальное. Бронежилет. Каска. Общий вес такого камуфляжа около 40 килограммов. В довесок получаем оружие. Еще плюс 5. Видимо, Александре придется попотеть. Мы прибыли к нашему взводу, взводу специального назначения. Сейчас мы становимся в строй. И командир наш проводит занятия, действия солдата в бою. Захват особо опасного преступника с преодолением полосы препятствий. А в спецназе и она не такая, как в других войсках. Целый комплекс упражнений с оружием. Солдатам в прямом смысле приходится преодолевать огонь, воду и медные трубы. Тренировки, которые я делала в зале, для меня оказались перед подготовкой к чемпионату мира. Я там чуть ли просто уже со слезами, там уже домой на коленях до ползала, там до дома. Для меня это казалось, что сложнее просто моей работы, нету ничего. Но я прошла здесь полосы препятствий и все. Мне кажется, что мои тренировки это вообще ничего. Конечно, это просто элиты. Условный противник пойман и тренировка окончена. Но не время расслабляться. С прерывом лишь только на смену формы одежды взвод отправляется в спортивный зал. Здесь нас и ждет сюрприз от Александры Бурыкиной. Сюда она приехала не только получать новые знания и впечатления, но и своими поделиться. Чемпионка Европы по пауэрлифтингу проводит мастер-класс по поднятию штанги перед бойцами разведроты. Еле сдерживает слезу, но не сдерживает слов восхищения. И я очень горжусь, что такие ребята в нашей стране, защитники роди нашей страны, своих детей, семей. И я считаю, что все парни должны равняться на вас. После усиленных тренировок обед, Саша впервые отведает солдатской каше, попробует самопеченный армейский хлеб, напоследок испытает себя в качестве стрелка из пистолета. Один день в армии для пауэрлифтера Саши Бурыкиной завершен. Осталось попрощаться с новыми друзьями и обменяться подарками. А самым главным будет такое искреннее и большое спасибо за то, что помогли осуществить детскую мечту. Спецназ – это хорошая подготовка, это школа мужества. Мы всегда рады новому пополнению. Приходите к нам служить и попробуйте спецназ на вкус. Разведка – это сила! Разведки лучше? Нет! Андрей Плещук, Александр Власов. Наше утро.